Беспечность пешеходов, невнимательность водителей – все это хорошо известные причины ДТП. И если на каких-то перекрестках и улицах ДТП случаются крайне редко, то на других они стали просто закономерными. Так, в число лидеров среди перекрестков по аварийности попадает перекресток улиц Гвардейской и Мичурина, где не работает светофор, и его срок эксплуатации давно закончился. Небезопасным является пересечение улиц Кирова и Чернышевского, где вообще нет светофора, а автомобильное движение довольно оживленное. В нашем городе все перекрестки опасны по-своему. Что является этим причиной – это скорость, на которую водители не обращают внимания, невнимательность водителей, пешеходов, которые в час пик перепегают дорогу, несмотря по сторонам. С начала текущего года на дорогах Рыбницы и Рыбницкого района произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, в которых 5 человек погибло и 35 ранено. На сегодняшний день аварийность на территории города Рыбницы и Рыбницкого района несколько снизилась. Мы имеем минус 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, но, к сожалению, обстановка с аварийностью на дорогах еще остается довольно-таки напряженной. Из-за чего происходят дорожно-транспортные происшествия на территории нашего города и района? В основном это нарушения правил дорожного движения со стороны водителей и пешеходов, которые приводят к возникновению аварийных ситуаций и в конечном итоге к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Это такие нарушения, как нарушение правил проезда перекрестков, маневрирования и также большую тревогу вызывает превышение водителями установленной скорости движения. Немаловажным моментом является то, что водители, превышая скорость движения, не осознают всей опасности. Так, одно из недавних дорожно-транспортных происшествий, в котором погибли люди, произошло именно из-за превышения скорости. На перекрестке улиц Кирово-Гвардейская 22-летний водитель БМВ проигнорировал запрещающий знак светофора. Двигаясь на высокой скорости, он не справился с управлением, автомобиль выехал с проезжей части, врезался в столб линии электропередачи и загорелся. Водитель и его 16-летняя спутница погибли на месте. Поступил сигнал о том, что взорвалась машина в углу хлебзавода. На аварию был выслан первый фото с ВТЧ-3. По прибытию сразу был подан ствол Б, подан свачиватель. Но машина уже горела практически полностью, потому что загорелась еще при ударе. Машину потушили быстро, за три минуты. Людей спасти уже не удалось. Особую опасность на дорогах представляет также и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. С начала текущего года 139 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, были лишены водительских прав. Еженедельно мы выявляем сотрудниками роты ДПС, выявляется от 5 до 15 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Это только те случаи, которые мы выявляем. Мы имеем уже случаи, когда были осуждены водители за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления. Сейчас за управление транспортным состоянием алкогольного опьянения к нарушителям принимаются меры в виде лишения права управления сроком от 1,5 до 2 лет. А также, если водитель, не имея права управления, управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, к нему применяется админарез сроком до 15 суток. В целях снижения аварийности на дорогах сотрудниками госавтоинспекции регулярно проводятся профилактические работы – рейды, направленные на выявление нарушителей дорожного движения. Но порой ни рабочие светофоры, ни дорожные знаки, ни профилактические меры не могут предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, ведь штрафом за нарушение правил дорожного движения иногда может быть жизнь.